Мы тогда будем начинать, раз больше никто не желающих послушать. Представитель инвестора не оказалось. Кто из вас юристы? Есть не юристы? Да, я чуть-чуть понял. Чуть-чуть? Спасибо. Хорошо. Меня зовут Наталья Саламахина. Я работаю в инвестиционной компании Digital Future, начальником юридического отдела. И плюс у нас есть свой проект, это бот и партнер Слоферн. Это юридическая фирма, которая предоставляет юридические процентации через мессенджер в Телеграме. И он скоро будет еще в выпуске. Но поскольку сегодняшняя наша тема про инвестиции, я вам расскажу немножко про Digital Future. и расскажу про то, как происходит процесс инвестирования, как получить деньги и на что смотрит инвестор, когда к нему приходит стартап, с юридической точки зрения, что он ждет от стартапа, и какие условия для того, чтобы все-таки стартап привлек инвестиции, которые ему можно. Итак, Digital Future это инвестиционная компания. Мы инвестируем в стартапы, в IT-стартапы, которые ориентируются на европейский и американский рынок. Но у нас украинский фаундер, и я посмотрела статистику, где-то 90% наших стартапов, которые мы инвестировали, они с украинскими корнями. Что это значит? Это значит, что фаундеры выходцы из Украины, либо программисты находятся в Украине, но сама компания зарегистрирована где-то за рубежом, и их основной рынок, на который они ориентируются, тоже находится за рубежом. В основном это американский рынок, и компании, соответственно, регистрируются в Америке. Если это европейский, то у нас есть компании из Финляндии. В Финляндию они попали, они просто привлекли грант от фонда финского, и поэтому они были изначально в Эстонии, потом релансировались в Финляндии. Это было требование этого фонда. И есть компания из Литвы у нас еще, все остальные это американские. И дальше у нас будет следующий блок, посвященный корпорации в США. Дима нам расскажет о том, как выбрать штат, там же много штатов, и от этого зависит налогообложение, и процедура, и так далее. Дима нам расскажет об этом в следующем блоке. И у нас еще будет блок по регистрации компании в Европе. То есть на данный момент украинские стартапы, насколько мне известно, никто не инвестирует, потому что у нас не развит этот рынок. И если вы когда бы то ни было сталкивались с акционерными обществами в Украине, вы знаете, что это очень сложно. Где-то в год стоит выпустить акции, процедура занимает. И, конечно же, для инвестора это неприемлемо. Инвестор хочет утром деньги, вечером в стулья, он хочет ложиться, сразу получить свои акции, там, пришлите мне мой сертификат красивый, я положу его в папочку, никто не будет год ждать. Поэтому пока что так, и компании регистрируются все за рубежом. Технологические стартапы. Мы инвестируем в основном в софтвере. То есть это компании, которые связаны с IT-технологиями. Это диджитал маркетинг, это реклама, это кибербезопасность, это искусственный интеллект, это интернет вещей. У нас есть только один проект, в который мы инвестировали в хардвер. Это был PetCube, на самом деле очень достаточно известный стартап. Это такой прибор, к тому же, которому лазером с котом играли инстанционно. Но это такая была политическая инвестиция, он очень раскрученный. И вот мы в него инвестировали, обычно мы этого не делаем. Почему? Потому что мы себя позиционируем как смарт-мани. То есть это деньги плюс экспертиза. У нас есть команда, которая помогает стартапу развиваться, помогает ему продвигаться на рынке, найти, находиться ли в аудиторию, помогает ему с SEO-продвижением. В нашем интернете его нашли. И как бы разбирается в этом бизнесе. Потому что на самом деле стартапу тоже нужно смотреть, у кого он берет деньги. Это очень важно. Вы когда начинаете взаимодействие с инвестором, вы создаете так называемую семью. Фактически становитесь семьей. Вы постоянно взаимодействуете. Инвестор вам может помогать, а может вам в принципе где-то и мешать. Вы должны обязательно смотреть, кто это, что это, какая репутация у этого фонда, либо у этой компании инвестиционной, с кем вы в принципе будете дальше работать. Мы смотрим на команду, команда смотрит на нас. У нас был один такой случай, когда мы пичили себя стартап. То есть мы говорили, возьмите у нас деньги. Мы очень классные, мы вообще крутые ребята, мы вам поможем. Только возьмите деньги у нас. Хотя обычно это происходит наоборот. Инвестор, зачем вкладывать деньги в стартап, который непонятно взаимодействует или нет. Потому что он рассчитывает потом окупить свои инвестиции. То есть он сейчас на ранних этапах вложил. Вот видно стадии у нас. Ситер, элли старичек. Ранние стадии развития проекта. Когда, это не идея, конечно, уже. Но это как бы только первые клиенты какие-то, первые деньги. И вот мы помогаем компаниям масштабироваться и развиваться. И мы хотим, естественно, получить мультипликатор, выйти с гораздо большим чеком. То есть мы хотим вложить одну сумму, там, тысячу, там, да, 10 тысяч долларов. И так получить на выходе 100 тысяч долларов. Поэтому мы инвестируем в то, в чем мы разбираемся. В чем мы понимаем, куда движется команда, что она делает. И мы можем ей помочь. Какой-то рынок, в котором мы вообще и близко, нам непонятен. Мы туда не идем. И это, как бы, такая тенденция есть. Какие еще есть варианты привлечения инвестиций, кроме фондов? Я думаю, вы знаете. Но если вы не знаете, я вам расскажу. Самый первый такой способ привлечения денег, это 3F, так называемый. Это Friends, Family, Fools. То есть вы вначале вкладываете свои деньги. Вы бросите деньги у друзей. Вы бросите деньги у своей семьи. Вы должны вложиться сами. Инвестор не даст вам денег, если вы сами не заинтересованы в развитии своего проекта и не готовы рисковать своими собственными деньгами. Вначале вы берете свои деньги, вкладываете. Потом дальше на развитие вы уже можете просить какие-то внешние финансирования. Есть еще, нам рассказывал мне один такой. Есть еще такой 4F, это любовники. Но мы долго это обсуждали, насколько они как бы относятся к одной или другой группе. Может быть это родственники в будущем. И у нас родилась такая шутка, что если твой стартап взлетит, то я на тебя женюсь. Будет, тогда будет уже фэмэн. Это 3F. Потом еще есть бизнес-ангел. Кто это? Это люди, которые заработали какой-то капитал. Это просто частные лица, которые готовы дать вам денег в обмен на акции, на долю в проекте. Она тоже на ранних достаточно стадий. Может быть даже на стадии идеи, они вот у вас поверили, они вам дают денег. С ними надо быть осторожными, потому что это все-таки не компания, это один человек со своим характером, со своим мнением, которое может у него меняться. И он может вам в чем-то даже навредить. То есть нужно, по крайней мере, не раздавать сразу 50%. Даже если он вам много денег предлагает, не отдавать большую долю. Про долю я буду дальше говорить. Если вы смотрели сериал «Силиконовая долина», а если не смотрели, то посмотрите, то там такой пример был. Они взяли деньги у частного инвестора, потом они были, вот эти большие проблемы, и они уже потом у него купали, у него дома, чтобы он не ставил палки и колеса. Следующий это фонд, это компания инвестиционная. Инвестиционная компания, это тоже фактически частный инвестор, но у него есть команда. Он не один, у него есть компания, у него есть какая-то тимка. Дальше идут фонды, это компании, которые уже видите лицензия, и они привлекают деньги у других инвесторов, ими распоряжаются, не своими деньгами, это фонды. И чек у них больше. Если мы инвестируем где-то от 50 тысяч долларов до миллиона, то фонды стартуют нам от миллиона и больше. Так, про диджитал-ключи поговорили, ну-ка реклама закончилась. Теперь я вам расскажу немножко про саму эту процедуру, как это вообще все происходит. Допустим, у вас есть свой стартап, вы считаете, что у вас очень классная идея, ну, вам нужны деньги, потому что вам нужно программистам платить. Программисты у нас, насколько вы знаете, сейчас очень забалованы. Они хотят красивый офис, они хотят много денег сразу. Без программистов, если у вас эти стартапы, вы не можете развиваться. И поэтому вы можете прийти как бы за деньгами, за финансированием. Либо, если вы хотите выйти на другой рынок, или еще для чего-то, вы должны четко понимать, зачем вам мнение. Инвестор вас спросит, на что вы будете тратить. Какая цель, да, привлечение денег. Вам нужно найти этого инвестора. Где его найти? Ну, конечно, вы можете погуглить. Есть Уфка, это ассоциация венчурного бизнеса. И дальше вы уже пытаетесь наладить контакт с представителями инвесторов. Есть два варианта. Первый вариант, вы заходите на сайт и подаете свою заявку. Находите кнопочку Apply, нажимаете на нее, заполняете заявку, прилагаете вам презентацию, свой бизнес-план, пишете, почему мы должны вас инвестировать, какую вы хотите поднять сумму, какую вы хотите сумму, и сколько вы готовы за эту сумму дать, например, акций. Либо, если вы хотите привлечь конвертированный замк, вы тоже в этом пишете. И ваша заявочка падает специально обученному человеку, инвестиционному менеджеру, который смотрит ее на предмет соответствия критериям. Это вот вы попадаете в критерии, которые я раньше говорила, либо нет. Может быть, вы там делаете дроны, это круто, но вот мы там не инвестируем в hardware, значит, мы не будем вас инвестировать. Ну, возможно, мы вас кому-то порекомендуем другому. То есть подаваться надо обязательно, keep trying, и чем больше вы получите фидбэка, тем лучше. Есть такой лайфхак, если вы подались, и вами заинтересовался инвестор, и даже если он вас не инвестировал, но с вами встретился, то он вам скажет, почему я не хочу вас инвестировать. Он скажет, ваш продукт в окно. Почему? И тут он вам бесплатно даст консультацию. Он вам скажет, что не так. Вы берете это на вооружение, исправляете, приходите в другой раз. Несколько раз у нас такое было, что мы смотрели проект, мы считали, что он не готов, команда не готова, что-то они не доделали. Они получили наш фидбэк, абсолютно бесплатно. Доработали, пришли через полгода и получили деньги. Потому что мы смотрим на трекшн. Мы смотрим, чтобы команда развивалась, чтобы стартап развивался, чтобы он не заглох, чтобы не пропал энтузиазм. И такое тоже часто. Мы его отмечаем у себя. Это как, не знаю, рекрутеру выслать свое резюме, которое он отложил, и потом он про вас вспомнил, и вам позвонил, когда у вас появилась акция. То же самое работает здесь. Вы подаете свою заявку, ее смотрят. Если понравилась ваша заявка, вам назначают встречу, вы встречаетесь с инвестором. Тут только от вас все зависит. У нас, например, в нашей компании поскольку у нас там один акционер, он иногда решение принимает эмоционально. Он может за полчаса вас влюбиться и сказать, все, я вам данный день. Круто, мы и работаем. Да? Бежим. Вы должны доказать, насколько вы потенциально интересный проект. Есть второй вариант. Это выйти напрямую на инвестор. Просто написать ему в фейсбуке, это не работает. Нужен так называемый референс. В Америке это работает очень четко. Если вас кто-то порекомендовал, с вами будут общаться. Если вы написали сами, ну не факт. Скорее всего нет, потому что очень много падает спама в почту и как бы невозможно со всеми пообщаться. Писать юристу, то есть мне, например, бесполезно, потому что я не инвестменеджер, я на себя это не беру, я говорю, обращайтесь там на московский вентиляторный залог. Пишите там заявку и так далее. То есть это не ко мне. Но пытаться пробиться к инвестору, это хорошо. Если вы лично с ним знакомы, у вас шансы увеличиваются. Можно с ним познакомиться на мероприятиях, на всяких веб-саммитах и вот других конференциях. Инвесторы там тоже есть, они приходят посмотреть стартапы. Мы стартапы часто находим сами, тоже на таких конференциях, если вы участвуете, надо участвовать, например, я там со своим проектом хочу тоже поехать, потому что мне интересно пообщаться с менторами, получить отзывы, насколько наш проект классный или нет, что он нужен или не нужен. Допустим, вы пообщались с инвестором, инвестор вами заинтересовался, тогда начинается уже юридическая вот эта вся бегомотка. С нами подписывается индей. Часто меня спрашивают, нужно ли требовать подписания индей. это договор о неразглашении коммерческой тайны. Нужно ли его подписывать на этапе, когда мы пришли. Вдруг мою идею прадут. Вот я сейчас приду к инвестору, расскажу ему про свой стартап, и он возьмет ее, пройдет и сделает то же самое. Нет, оно так не работает. Идея ничего не стоит, никто не будет этим заниматься. Главное реализация. Мы смотрим на то, какая команда, чем она занимается, есть ли у нее экспертиза для этого проекта, есть ли у нее опыт, есть ли у нее предыдущий опыт для каких-то развития других проектов, где они работают. И как они собираются реализовывать свою идею. Это важно. На самом деле, действительно, не сам проект, а команда. Очень важно. Не многие даже об этом думают. Поэтому идея подписывается уже позже, если мы заинтересовались, мы с вами подписываем идеи. Зачем? Потому что мы вас будем просить документов. Будем вас дюдилить. Дюдил – это проверка. Проверка вашего бизнеса, проверка ваших финансовых потоков, проверка ваших педагогических документов и всего остального. Вы нам полностью предоставляете нам доступ к счетам, то выписку по счетам. Чтобы мы не пользовались этой информацией, как-то в своих целях, мы подписываем этот документ, который говорит о том, что мы обязуемся в чьи они там для антроплет, не разглашать эту информацию, не давать ее конкурентам и кому-то не было еще. Она циркулирует внутри нас. Мы, как сотрудники инвестфонда, тоже подписываем такой NDA, что мы тоже не разглашаем, у нас есть там штрафы и так далее. То есть NDA подписывается чуть-чуть позже. По поводу команды, еще я хотела сказать, бывают команды с одним фаундером. То есть я придумал, я сам, значит, все это развиваю, но обычно все-таки мы в команду с одним фаундером не инвестируем и не рекомендуем никому одному пытаться что-то вытянуть. Опять же, человек может заболеть, может устать, может выдохнуться, ему нужны все-таки люди, которые будут его поддерживать, с кем он будет советоваться и вместе что-то делать. Ну не может один человек отвечать и за маркетинг, и за продажи, и за девелопмент, и за там, и ходить выступать на конференциях. Он пошел на конференцию выступать, все, уже никто ничего не пилит, и стартап, ничего не происходит, да? Мы понимаем. Один основатель. Один основатель это, как бы, нотку, потому что в итоге он все равно потом с кем-то начинает взаимодействовать. Когда вы начинаете, как один основатель, окей, но вы тогда еще не идите за деньгами инвестиционными. Вы тогда можете привлекать вот этих трех F денег, да? То есть, без проблем. Но если вы хотите внешнее финансирование, то у вас должна быть команда обязательно. То есть, речь об этом. Конечно же, я тоже, у меня был свой стартап, я была там одна какое-то время. Оно потом никуда не взлетело, потому что я в итоге плюнула просто на это все. Сейчас у нас было в нашем проекте два человека, а сейчас у нас же четыре партнера. У нас уже тут Бардак и Демократ. Значит, вот мы с вами пообщались, подписали с вами людей, какие-то документы первоначально, базовые получили. Дальше мы отбираем самые крутые проекты и совещаемся у нас заседание института, мы их всех отсматриваем, слушаем, опять же, мнение нашего маркетолога, нашего бездева, нашего юриста, нашего финансиста, что они думают об этом все. И принимается решение, допустим, хорошо, мы идти подвигаемся дальше. Если мы двигаемся дальше, мы договариваемся об условиях финансирования. Либо мы у вас акции покупаем, либо мы вам деньги в долг даем, и мы подписываем тормшит. Тормшит – это документ, который фиксирует базовые наши договоренности. И он юридической силы не имеет, и все думают, что это как бы такое, как бы неважно. На самом деле, это самый важный документ сделки, потому что вы в нем сразу, вы договорились, что я вам даю миллион и получаю 15% в вашем стартапе. 15% там много, на самом деле, он там фашу 5%. Вы договорились, что у меня будут какие-то права как у инвестора, я хочу привилегированные акции, я хочу права голоса по таким-то ключевым вопросам. Мы это все сразу фиксируем в тормшите. Не может такого быть, что я вот пошла на конференцию, пришла, говорю, слушайте, товарищи, я вот там еще узнала, там еще есть такая классная штука, liquidation preference, там, или еще что-нибудь, давайте мы туда тоже ее потом пишем. Мы сразу договорились на берегу, зафиксировали это все, и потом дальше уже эти тормшита, это все перекочевывают остальные страшные документы, которые там ниже указаны. Когда мы подписали с вами этот тормшит, да, он не имеет юридической силы, но инвесторы очень переживают о свою репутацию. И поэтому, если мы вам обещали, если вы выполнили те условия, которые мы там зафиксировали, а мы можем вам сказать, что мы вам дадим деньги при условии, если вы там, у вас может быть не будет компании, когда вы пришли, когда вы компанию зарегистрируете, но когда вы оформите интеллектуальную собственность, когда вы зарегистрируете торговую марку, не знаю, когда вы достигнете какого-то показателя. Если вы выполнили эти условия, значит мы двигаемся дальше, мы вас инвестируем. Иначе, если мы будем нарушать эти требования, нам просто, нас никто не возьмет денег, бизнес нас на этом, на этом ухит. Поэтому не нужно думать, что оно не имеет юридической силы, и это не важно. Это репутационный документ, это ваше соглашение о сотрудничестве, это ваши бизнесовые риски. Дальше идет экспертиза. Дальше нудный процесс. Мы начинаем вас мучить, просить вас кучу всяких документов, финансисты вас просят там бендели, кэшфлоу, досок к счетам. Я вас прошу, если у вас компания, покажите мне ваши учительные документы, что у вас, есть ли у вас договора с вашими сотрудниками, и так далее. Мы вас проверяем на предмет наличия рисков для нас. Может быть, у вас есть какие-то конфликты между фаундерами, может быть, у вас есть споры с клиентами. Может быть, у вас есть еще какие-то риски, которые мы не хотим у себя брать. Мы их потом оцениваем. Даже если они есть, мы смотрим. В этом мы готовы инвестировать, в этом мы не готовы инвестировать. Вот. Мы делаем этот отчет, по результатам отчета мы уже идем к следующему этапу, вот и сделку. Это подписание этих очень длинных, больших документов договоров акционеров, либо договоров займа, либо, если это маленькая инвестиция, это вот сейф. Я про него потом расскажу. Или не расскажу. Расскажу, если попросите. Вот. Значит, эти документы, в принципе, должны делать юристы с церковью. Потому что, если вы инкорпорированы где-нибудь в Финляндии, то я не специалист по финскому праву и не могу вам составить договор акционера по финскому праву. Если вы инкорпорированы в Аризоне, то же самое. Ну, в Делавере уже как бы более-менее все ориентируются. Все остальные юрисдикцы, ну, извините, вы должны найти там юриста, который вам там откроет компанию, который подготовит вам эти все документы и пришлет их инвестору. Инвестор будет просто смотреть на то, чтобы его права там были защищены. И все. Были, ну, тут надо быть, конечно, рисунгом, common sense, нельзя терять. У нас есть стартап, который, привлекая инвестиции, работал с юристами и заплатил юристам 70% своей инвестиции. 70%! А их этот юрист ввел их в Америке банковский счет и имел доступ к этому счету. И он спокойно себе мог вписать эти деньги. Мы потом начали, мы когда узнали, у нас была стерекла, как бы, реструктуризация, мы там быстро переменяли юрисдикцию, расторгли с этим юристом отношения, договорились о рассрочке. Это было все в долг, То есть они их билили, 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 то есть по часовой рейд. А по часовой рейд в Америке это может быть 500 баксов в час. Какая-то правка 2 часа, штука бакса улетела, да, то есть инвестор говорит, а там поменяйте там запятую, те поменяли там, выставили им счет. И они в обмен, как бы, договоренность такая, вы получаете инвестиции, тогда нам платите. А пока мы вам все делаем, все, что вы хотите делаем, все, что угодно. Хотите такой договор, хотите всякой, там, я не знаю, там, хотите мы вам еще там цветочек нарисуем в нашем договоре. И они вот так вот бездумно заказывали все эти услуги, потом вот такой вот счет получили, и как бы там 100 тысяч, 70 тысяч юристов. Ну, кому? Нужно об этом тоже думать, поэтому нужно грамотно подбирать этих юристов, ставить какие-то лимиты, просить, не знаю, помощи инвестора, помогите нам что-то, мелкие правки я могу внести, я не буду с этого денег. Либо буду, у меня там ставка, не знаю, какая-то смешная. А вот, значит, закрытие сделки, это когда мы уже вам денег даем. То есть мы подписали, значит, все подписали, потом нам даем денег. Бывает наоборот, вначале деньги, а потом договора. Потому что договор долго делать, сложный, пока это все нам, значит, все бегут, нам деньги же нужны сейчас, а юристы, они же вот это пока там родят. Давайте вы нам сейчас дадите деньги, а потом мы подпишем. Потом. Короче, потом подпишем. Разглотом делать нельзя, потому что потом оно не подписывается. Либо потом, когда, ну, стартап взял деньги, он уже не хочет идти вам на встречу, он же деньги получил, он говорит, да не, он сейчас руки выкручивает, уже инвестор. И такое у нас было. Это не до меня, но, наверное, уже, когда я пришла, мы до сих пор не подписали этот договор акционеров. До сих пор, уже там год прошел. Потому что у нас нет никаких механизмов влияния, нет никаких рычагов. Они говорят, подписывайте в эту редакцию или не подписывайте. Ну, потому что деньги бы ждали. Это был такой урок для нас, мы молодой фонд, и мы с фаундерой говорим, видишь, как это происходит? Ты поспешил, теперь мы ничего не имеем, ни доступа, ни каких прав, вообще ничего. У нас есть эти акции, просто законодательство американское, оно очень flexible. И там, на самом деле, права инвестора, ну, все равно, это прописано в документе. Если, вот, если, например, по украинскому праву у акционеров есть преимущественное право на участие в новом раунде, автомата по закону. Ничего такого нет в Америке. Ты об этом не договорился, все, тебе этого права нет. Поэтому, конечно, лучше так не делать. Управление инвестицией. Обычно инвестор хочет, ну, как, инвестор не вмешивается в вашу деятельность, ему некогда, у него маленькая доля, у него этих проектов, там, целая гора, портфельных компаний, и будет вам day-to-day оперation в ваша лезть. Но ключевые вопросы, бизнеса, еще какие-то такие. Либо, если вы хотите еще какое-то финансирование привлечь, вы хотите большую сумму потратить, тут он будет, даже если он там 1%, у него будет wet or write, и он будет на борде иметь голос, либо в собрании акционеров, и может заблокировать эту сделку. И, соответственно, вот на этом этапе, это я говорила, выбирайте очень вайс вашего инвестора. На этом этапе мы вот, как бы, получаем эти документы, общаемся, подписываем там, какой-то протокол, разрешаем, либо нет, разрешаем стартапу что-то делать. Выход из сделки. Это такой да-да-да-дам, которого ждет любой инвестор. Он зашел, чтобы выйти, как бы это странно не звучало. Он не зашел, чтобы жить со мной всю жизнь. Это founder могут считать, что это своим детищем, это мой родной проект. Инвестор хочет заработать деньги на вас. То есть, как только вы привлекли другого инвестора, то есть, вы, допустим, привлекли какой-то новый раунд в инвестиции, пришел какой-то крутой фонд, Paris and Capital дает вам там 10 миллионов. Мы можем продать свои акции дороже этому инвестору, выйти полностью из проекта. Продаться, и инвестор дальше, следующий, вами уже занимается, развлекается, как хочешь. и вот эти все договоры акционеров, они предусматривают, что вы не можете взять деньги кого-то, если вы не предложили вашим действующим инвесторам вложиться, потому что все смотрят, с кем дальше работать. если мы не вышли из проекта, нам потом взаимодействовать, он потом тоже придет на этот совет директоров, и тоже будет какое-то свое мнение, пытаться отжать что-то. Поэтому вначале вам нужно получить согласие инвесторов на привлечение этого раунда, вы участвуете, либо не участвуете, либо, возможно, вы хотите продать свою акцию, либо часть своих акций вы можете продать, вам говорят, по какой цене, и вы можете выйти, и там очень круто в десятки раз увеличить сумму, которую вы вложили, ее заходить. Варианты инвестирования, о которых я говорила. На самых ранних этапах обычно компания есть, скорее всего, по крайней мере, вы ее зарегистрируете, чтобы получить деньги. Мы об этом дальше поговорим. Есть такой сейф, его придумал Y-комбинатор, это известный такой, недавно, вчера, по-моему, в среду была с ним встреча с среди Y-комбинатора. Они, значит, проводят такие инкубационные программы для стартапов, и они разработали вот этот документ, называется Simple Agreement Fusion Equity. Это не договор займа, это договор, по которому вы, инвестор, дает стартапу деньги, в обмен на то, что когда стартап привлечет много денег, он выпустит акции, и часть этих акций получит инвестор. Этот документ на три страницы, очень простой, очень стандартный, им все пользуются, даже другие юрисдикции уберут, там чуть-чуть адаптируют. Он очень выгоден для стартапа и не выгоден для инвестора. Но если сумма небольшая, то мы тоже подписываем эти сайты. Там даже нет сроков, которые вы должны привлечь инвестиции, просто взяли деньги и все. И когда-нибудь в будущем вы привлечете, может быть, тогда вы выдадите на макс. Никакой процент вы не платите, вообще, ну как бы, очень невыгодно, мы его все-таки адаптируем, ставим, что у вас есть там, если вы не привлекли инвестиции в этот срок, вы там, допустим, возвращаете деньги или вы выдаете акции. Но в целом этот документ я буду смотреть. Инвестируемый заем это более сложный механизм. Это то же самое, только это все-таки заем, у вас есть процент, который вы выплатите инвестору, если вы не привлекли деньги, то вы ему возвращаете деньги с процентом. Процент там небольшой, от 5 до 10 процентов. Это очень выгодно, это не банк. Вы фактически ничего не даете в залог, кроме ваших обещаний выпустить акции. Но это сложный механизм расчета и большой документ, вы должны заплатить юристу, чтобы он его подготовил. Если там большая сумма, то идет уже конвертируемый заем. Инвестору, в принципе, это чем-то выгодно, потому что вот он вам дал денег и там всегда есть дисконт. То есть, когда вы будете привлекать новый раунд, когда вы будете, новый инвестор придет, он будет платить дороже за ваши акции, а вашему первоначальному инвестору вы дадите скидку от 10 до 20 процентов на акции. То есть, выгодно инвестору в данном случае давать эти деньги вам в долг, уже потом он ваши акции дешевле получит, а если вы не нашли инвестора, значит, он вам их вернет с процентом. Это окей. И приобретение акции это следующий, это уже раунд, называется первый раунд A, следующий, как ни странно, раунд B, потом раунд C и так далее. Вы выпускаете акции. Обычно простые акции выпускаются для фаундеров, а привилегированные для инвестора, потому что привилегированные дают привилегии. Мы один раз инвестировали в стартап на раунде B, дали много денег, получили очень мало акций, 2 процента. Зачем мы это сделали? Мы хотели посмотреть, как это работает. Это на самом деле было мега круто. Это стартап, у которого все четко. Мы сразу дали доступ в Data.ru, все документы для дюдилерница выложены, все договора вычитаны юристами очень крутыми. Мы все это скопируем. Я, в обмен. Мы дали денег, но в обмен получили опыт. И они каждый месяц нам шлют дэшборд, они каждый месяц учитываются перед всеми инвесторами, у них очень много инвесторов. Что происходит в компании, как компания растет, сколько клиентов, сколько новых клиентов, все эти показатели. Все остальные стартапы надо пинать. Они все обязаны нам давать информацию. Но никто этого не делает, потому что они заняты бизнесом и так далее. У больших стартапов есть уже команда, которая отвечает за общение с инвестором, которая всю эту информацию предоставляет. Это очень круто. Это мой любимый блок, это фейлы. Фейлы стартапов. Юридические, конечно, фейлы стартапов. Мы понимаем все прекрасно, что стартап создан для того, чтобы получать деньги. Это бизнес какой-то, пытается стать бизнесом. И поэтому они все направлены на то, чтобы пилить свой проект, ходить по конференциям, развивать свои визитки, рассказывать, какие они молодцы, искать клиентов и так далее. И это правильно. И юридическая часть откладывается на потом. И это тоже правильно. Но если вы пришли, ну как бы зачем, вот вы придумали идею, сразу регистрируете ООО, и сразу ведете бухгалтерию, ну как бы это никому не надо. Это ваша дата. Но если вы пришли за деньгами, то инвестор хочет, например, получить акции, дать вам денег. Он не может получить акции от вас от физлица, даже от фокума. Он может только взять у вас в залог вашу почку. И все. Ну, мы даем иногда деньги в долг лично фаундерам под залог от недвижимости. Это проинкорпорейшн, и фаундер, когда регистрирует компанию, тогда, значит, долг этот аннулируется, и деньги идут в компанию уже. Но ее нужно будет регистрировать. Если вы в селе конвейле вы смотрели, они пришли, им дали чек, они обрадовались, пошли его обналить, а они говорят, что это чек выписано на Пайт Пайпер Инк, на компанию, которой еще нет. И они побежали к компанию регистрировать, кроме деньги обналит. То же самое. Вас стартап, вас инвестор даже может помочь вам выбрать юрисдикцию, в принципе. То есть, компанию спешите регистрировать не надо, но вы должны понимать, что все-таки очень маловероятно, что вам кто-то сденет лично, просто руки, чем и надо. Вам деньги перечислить по безналу на счет вашей компании. Компания должна быть, что-то надо еще. Маленькая доля фаундера. Если вы на ранних этапах, очень много там этих, у вас не 3F, а 25F, вы всем нараздавали акции, потому что вам нужны деньги, и у вас там 10% осталось, вам уже никто, крупный инвестор, денег не даст. Почему? Вы не заинтересованы проектом. У вас должно быть не меньше 50-10%, ну 40% на уже поздних раундах. Лучше больше, потому что вы это основная движущая сила стартапа. у вас должна быть большая доля. Следите за этим, не размывайте свой долю. Шаблоны документов. Ну окей, да, все понятно, что кто не хочет платить юристу 70 штук, вы скачали шаблон какой-то там, но это моя головная боль, это значит, что мне нужно будет все это переделывать за вас. Не факт, что я захочу этим заниматься. Я видела на самом деле документы, то, что я пишу с пробелами, там был скачен какой-то сертификат, сертификат о инкорпорейшн, и там было название банка, прочерк, там, адрес, прочерк, они даже не удалили эти пункты, ну и просто там черточки поставили от руки, от руки заполнили, и у меня такой был шок, я их заставила все это переделать, но их потом не проинвестировали, но зато они все переделали, я как бы рада, что у них получился все. Додвижающее структурирование компании. Что это значит? Все пытаются скрыться у бенефициара, все пытаются нарегистрировать каких-то офшоров, но сейчас уже с этим сложнее, и когда это ваш личный проект, это окей, что у вас есть одна компания там, другая там, они между собой юридически не связаны, вы не хотите палить, что у вас есть разные бизнесы, чтобы каждый бизнес на отдельную компанию регистрируйте, это правильно, но если вы нарегистрировали компании, которые не связаны между собой, нет холдинга, это значит, что инвестору нужно вкладывать в каждую из этих компаний, чтобы получать деньги, никто не будет этого делать, инвестор вложится в одну материнскую, которая владеет другими вашими компаниями, в одну, и поэтому вам придется это делать, выстраивать эту структуру, это мы должны сразу понимать, вы хотите потом идти к инвестору или нет. Сами для себя делайте, что хотите. Для инвестора четкая должна быть выстроена структура материнства, компания, дочки. Там разных компаний. Не мешайте весь бизнес в одну корзину. Все яйца не храните. Мы можем сказать, что этот ваш бизнес нам интересен, а этот ваш бизнес нам не интересен. Мы не хотим вас инвестировать, пока он не разделен. Вам нужно под каждый бизнес отдельную компанию регистрируйте. Обязательно. Даже для вас самих. Это удобно. И так нужно делать. И вот у нас было действительно, мы два года ждали, пока они переструктурировались. Потому что у них были компании не связаны. И у них все компании были, два бизнеса на одних и тех же компаниях, и они деньги прогоняли. И мы вначале просили, чтобы они делали счета, открыли, чтобы денежные потоки разделить и так далее. И два года реально все не было. Нужно думать заранее об этом. Двектольная собственность. Вот об этом вообще никто не парится, честно скажу. И это плохо. Почему? Вот если компанию вы можете регистрируйте потом, то интеллектуальную собственность надо оформлять сразу. Рассказываю. Вы, по-любому, у вас есть программист, если у вас эти стартапы. Программисту ходит, у него есть код, у него возникает авторское право на код, как у физлица. Если у вас с ним нет договора, значит он с этим кодом уйдет. Рано или поздно. Он уйдет, он его заберет. Не подумает вам его потом отдавать. То, что вы ему там платили зарплату, это не важно. Если у вас нет с ним документа, которым он передает вам, как фаундеру, или в вашей компании, если она есть права, эти права останутся с этим физическим лицом. И вы потом его не найдете. НДА еще не стреляет такое? Нет. НДА это значит, что он не может разглашать информацию. Если в НДА написано, что вся информация, весь код принадлежит монету. Другой немножко. Это уже не НДА. Нет, это НДА, это другое, другие правоотношения просто регулируют. Что? НДА это регулирует такой блок. Если он подписался под тем документом, в котором написано, что все, что... Ну, там, любой результат его деятельности принадлежит мне. В зависимости от... Называется это НДА в том числе. Хорошо. Можно, допустим, в зависимости от того, какому праву подчинен ваш НДА. Какому? Американскому. Американскому. Да. Написано, что он все передал. Или что все принадлежит вам? Написано, что... Не передал еще, потому что это в процессе, но где и подписано, ну, написано, что... Все будущие, да? Все будущие, да. Результаты работы, виде кода, дизайна. Автоматически или передал? Да, автоматически или передал. То есть он должен совершить какие-то действия еще или автоматически? Но написано, что уже сейчас даже то, что в процессе происходит, все ему не принадлежит. То есть, значит, ты не сделал бюджет или нет? Да. Окей, смотри. Америка рассказывает. Все, что касается данного проекта принадлежит мне. Да, я рассказываю. Есть такая концепция в Америке, называется Work for Hire. Она означает, что автоматически с момента создания все, что ваш сотрудник делает, принадлежит компании. Что он делает на вашем компьютере, принадлежит компании. И весь код все принадлежит компании. Это Work for Hire. Оно работает в двух случаях. Первый случай. Это ваш штатный сотрудник, он на зарплате. Вы платите за него налоги, как за штат трудника американской компании. Если это ваш подрядчик, например, это ФОП. У вас с ним договор с ФОПом по американскому праву. Тут есть список, по каким объектам Work for Hire работает, а по каким нет. То есть там аудиовизуальное произведение Work for Hire может быть. Если это программный продукт, его нет в этом списке. И оно не работает. Эта концепция не применяется. Поэтому нужно передавать права. Нужно просто правильно формулировать. Можно сделать, как вы говорите. Это может быть NDA, whatever. Контракт, agreement. Написали вот там этот пункт. Но вы должны там написать, что контрактор assign. Передает вам. Потому что права возникнут у него по закону. Изначально. И он нам должен их передать. Он не должен подписать акт прямо передачи. Но вы должны писать, что он в момент создания все это передает вам. И тогда окей. Можно так. Можно так. Да, пожалуйста. Думайте об этом сразу. Именно интеллектуальная собственность. Не нужно сразу бежать, потому что регистрирует вашу торговую марку. Но там или патент. Прости господи. Но вот копирайт можно зарегистрировать. Это недорого. Это 30 долларов. Регистрируется в библиотеке конгресса США копирайт на код. Это не значит, что вы должны. По-моему, первые 20 и последние 20 в странице с кода печатаете. Даже хотя бы одну версию зарегистрировали. Вы потом можете требовать. Кстати, 3Damages там 150 тысяч долларов. Если кто-то нарушает ваш копирайт. Это есть смысл сделать. Другую марку тоже дорого. Это все юзер-френдли. Вы даже можете это сделать без юриста сами. Честно. Ну, конечно, в этом головная боль. Надо все это читать. Но можно лучше это сделать самому, чем вообще не сделать. Домены на Foundry это вообще стопроцентный случай. Там просто так написано, что registrant и потом registered company. И все пишут вначале себя, а потом в втором поле компания. Но надо писать и там, и там компанию. Потому что если вы написали во владельца домена, пользователь домена себя, значит это домен ваш, как из лица, а не как компании. Это нас не устраивает. Сегодня один CEO, там или Foundry, завтра другой. Если мы вкладываем в компанию, значит на компанию должно все быть оформлено. Если интеллектуальная собственность была передана безлицу в Foundry, значит он вначале передает компании, потом инвестирует. Схема такая. Вся интеллектуальная собственность на одной компании нужна. Договора. NDA-ки надо подписывать со всеми. Сотрудниками, с подрядчиками, с клиентами нет. Но сотрудниками, с подрядчиками да. Но solicitation это не переманивание. Это пункты о не переманивании сотрудников. Все это по иностранному праву советую вам делать. По украинскому. Мы подписываем и по украинскому. Но это такое. Это психологическое, это боевое НЛП. Это влияние психологическое, что ты подписал, у тебя там штраф. Не знаю. Практика такая очень разумная. Нон-компит с предыдущим работодателем. Нон-компит это не конкуренция. Вы говорите, что пока вы работаете на наш проект, и через год после окончания этого проекта, вы не можете развивать такой же бизнес. Вы не только не можете переманивать людей, но и в принципе его регистрировать и перевести. Если вы это подписали, возможно даже заплатили компенсацию, то мы это смотрим. Это значит, что возможно у вас есть такой пункт в договоре, по которому вы обещали кому-то раньше, что вы не будете этот стартап вообще делать. И если вы его сделаете, то вы нарушите этот пункт в комбине. И это надо проверять. Вы можете об этом забыть, но мы это смотрим. И такой у нас был пункт один раз, и мы просили у предыдущего работателя вейвер, что он отказывается от этого пункта, что он не инфорсит, что он окей, что будет там какой-то бизнес. Он там не прямой конкурент, тем не менее. Это тоже важно, надо осмотреть. Так, спасибо. Теперь, что у нас там со временем? Пять минут. Пять минут. Вопросы? Добавляйте меня в фейсбуке, как вам интересно. Я стараюсь напостить какой-то интересный контент. Ну, пока там, конечно, много Burning Man, но меня попустят. Я там ногу поломала на Burning Man. Вопрос по поводу, там был пункт управления компанией со стороны инвесторов. То есть вопрос у меня такой. Понятно, что инвестор хочет влиять на компанию, например, на развитие. Ну, частично, да. А мне, как человеку, который автор идеи, и создает продукт, мне не интересно, чтобы вы мне говорили, как этот продукт должен работать. Как вы, ну, как вот этот вот конфликт интересов... Мы не будем вам говорить, как работает продукт. В основном, инвестор переживает просто про свои права. То есть вот эти вот в это райт, это значит, что вы не можете там как-то нас ограничить, привлечь инвестиции, чтобы у нас прав стало меньше, еще что-то. То есть там, в принципе, это пункт для дискуссии. То есть мы можем, например, мы вам дали много денег, и мы не хотим, чтобы вы там их как-то непонятно куда тратили. То есть мы с вами согласовываем этот план, там, или какой-то бюджет на год, и вы в рамках этого бюджета делаете, что хотите. Если вы от него начинаете отклоняться, тогда вам нужен наш концент на это. Да? Но мы не будем влезть в вашу операционную деятельность. Это никому не нужно. Мы вообще вам доверяем как команде. Мы вас вначале будем долго там проверять. Если мы вам дали денег, то мы не будем в это лезть. И никто не будет лезть. Только если вы, значит, решите там, не знаю, может как-то кардинально поменять там совсем, или там еще что-то. И то. Это все пункты, которые вы будете прописывать договоры акционеров, и будете сразу изначально столкнуться на стол переговоров и говорить, я не хочу, чтобы вы вмешивались в свою деятельность. Если я захочу вообще на другой рынок выйти, хочу сделать пивот, это мое право. Но если я там хочу, не знаю, там, купить там какую-то там недвижимость, или там еще что-то там, то тогда мне нужно там ваше согласие. То есть это все полностью переговоры. Исключительно. Нет правила. Тут нет железной нормы. Как вы договоритесь? Пожалуйста. Еще вопросы? Вы могли бы комплект дать, ну, козы каких-то документов, которые... Чтобы просто познакомиться, посмотреть какие магнеты там. Не именно ваших договоров, вообще... Нет, в самом деле их очень много, вот даже вай-комбинаторе, их очень много в интернете этих образцов. Просто образцы, они не работают, потому что каждый юрисник свои какие-то вещи. Это понятно. Просто образцы, ну, вы можете вот там список, вот смотрите. Вот список документов. Termsheet, да? NDA, SAFE, SPA, Sales Patches Agreement, это договор препарнажации. Сайты, Shareholders Agreement, Convertible Note. Вы просто это вбиваете в гугле, и вы получите... Там есть много сайтов, которые делают эти образцы для стартапов. Я ими тоже пользуюсь. Их много. Как для образца их можно скачать. Я не помню, честно говоря, сейчас название сайтов, но не проблема как бы их найти. Посмотреть для себя. Я тоже это делаю. Я могу скачать, посмотреть, какой-то пункт оттуда скопировать. Понятно, потому что там специфическая терминология, чтобы ознакомиться лучше с этой терминологией, понимать глубже эти нюансы, прочувствовать их. Ну вот, серьезно. Вы можете... Ну или оставьте мне вашу визитку, я вам что-то подберу. И вышлю вам образцы. Документы. Вопрос. Есть ли в Украине или в Киеве фирмы, которые помогут с регистрацией компании в Делавера, например, в штате? Да. Чтобы туда не ехать, да? Да. А можно кто? А вот мы как раз следующее будем разговаривать, и как раз вас будет касаться. Супер, супер, супер. Да. Мы специально запартнерились с Димой, потому что Дима есть лицензия на практику в Америке. То есть он не просто нагуглил, как я, например, могу нагуглить. Он сдал бар экзамен. Экзамен адвокатский. В штате Нью-Йорк. И имеет право практиковать, и эти документы делать, и вам там помогать, да? У него есть партнеры в Делавере, которые тоже имеют лицензию и могут вам показать качественные услуги. Вы можете это сделать сами. Заходите на сайт без файлинг, например. Это регистратор. И там есть процедура, мы, например, регистрировали сами онлайн. Ну, мы юристы, да? Мне легче это было сделать. Ну, теоретически, теоретически, можно пробовать самому, но просто там надо понимать, что там есть нюансы, есть налоги, нужно сдавать отчетность, не попасть. Лучше, конечно, получить хотя бы консультацию юриста. Ну, онлайн, это все работает онлайн. Мы все бумажки заказываем онлайн, они нам приходят в почте. Мы ни разу не ездили. Мы даже счет не ездили открывать в Америке. Хотя сейчас это так не работает, но в свое время нам удалось даже счет в Америке открыть дистанцию. Супер. Да, еще вопросы. Если вопросов нет, добавляйте в фейсбуке, пройдятся у вас вопросы, пишите, я постараюсь всем ответить. Теперь у нас брейк, я так понимаю, да? И мы переезжаем, я так понимаю, в прошлое.